Ломберт Как галера разбилась? Хорошо, хоть пустая Где Эскель? Долго его нет Надо бы его поискать Это работа для бессмерта Не начинай Сними уже эту шляпу Куда этот молокосос придевался? Может он того? В опасности? Тогда мне идем на помощь Я вино разлил И влез в него И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало Эскель Давай, давай Эскель Пинчуга Вылезай Эскель Эскель Эскель, давай, давай Эскель, пинчуга, вылезай Эскель, эй, слышишь? Как, как дыхание раненой Виверны? Лера, значит, дошло до боя По-моему, он, по-моему, он поранился Одним шрамом больше, одним меньше Ему-то уж разницы никакой Ага, Эскель где-то здесь Держись, брат, мы идем Эскель, давай, давай Вот же он Со своим верным звоночком Эй, Эскель, подъем А, что? Что случилось? Набрались мы в три Жопы, вот что случилось Вставай, пошли пить Оставьте меня, я сейчас сблюю Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается Значит, надо найти четвертого, а еще лучше бабу Кроме Йен тут никого нет А ее лучше не будить, поверьте мне А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай Мы включим мегаскоп Пригласим ее вежливо А она к нам телепортируется Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт Тебе уже хватит Ты просто завидуешь Что сам до этого не додумался Но это же не повод нам портить всю забаву У меня нет сил спорить Конечно, нет Да я тебя одним пальцем уложу Эй, успокойся Хочешь подраться, а? Хочешь? Ну, давай Спокойной ночи Проглядие Дурацкий сон Движу, все уже на ногах Разит перегаром Эта шляпа дорога мне, как память Ландом Успокойся Все отстирается В угол их потом поставишь А сейчас за работу Весь мир узнал что-нибудь Пока вы носились за вилохвостами И играли с мегаскопом Я осмотрел ум И вот что я заметил Когда его сознание Скажем так, расслаблено Он ведет себя по-другому Когда он засыпает У него движения меняются Взгляд Но только на мгновение Поэтому я ввел его в транс Сначала ничего не происходило Но когда он впал В литургическую фазу Я что-то услышал Вздох или стон И это был не голос умы Не представляю, как нам это поможет Тогда молчи Спасибо, Весемир И прости за то, что я тебе наговорила Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да И мне это не нравится Но я доверяю тебе Я думал, мы избавились от этого стола Много лет назад Ну, я не видел унылого Альберта Уже лет пятьдесят Жаль его было выкидывать Я подумал, а вдруг пригодится Ну, сами знаете Я человек старый Ага У каждого деда полный чердак Пытошных устройств Ну, ладно И что теперь? Можно начинать Надо только приготовить зелье А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания Крайне реактивны Их надо использовать сразу после приготовления Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры А ты, Эскель, возьми бутыль спирта О нет После прошлой ночи я... И продезинфицирую инструменты Ну, мальчики Раз, два, раз, два Ты не знаешь, кто скрыт в теле умы Так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений Экстраполировала поэкопитана Провела симуляцию процесса Словом, все на угар М-м-м-м Геральт, быстро И надеваю Мы сами Amazing Провела Фак kurz Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Расставь эликсиры по подставкам Готово Тогда открывай клапаны в любом порядке Продолжение следует... Продолжение следует... Чёртов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер Значит, всё в порядке? Нет Но в пределах нормы Давай следующий эликсир Я надеялся... Я надеялся, что мне больше никогда не придётся на это смотреть Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье Продолжение следует... что теперь теперь будем ждать пока эликсиры сделают свое дело день или даже больше вы ждите а мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие организм у мы не так гибок как у юного кандидата в безмаки без помощи он эскель прости ты не мог бы сейчас тряпку принесу